окей супер спасибо со своей стороны постараюсь но я знаю что у меня в любом случае кусками тогда мы в принципе начинаем что время достаточно прошло людей пока больше у нас не подключилась время поджимаем экран мой видно да замечательно тогда мы собственно начинаем я представляю не совсем обычный доклад это такой технический доклад и называется он нефункциональная роботизированное тестирование андроид приложений почему я и кто я до меня зовут венека николай 20 лет войти в разных позициях в разных компаниях и продуктовых аутсорсинговых и свои проекты на текущий момент я и java и android разработчик собственно как android разработчики родилась вот такая идея о которой я хочу рассказать ребенок у меня занимается роботами поэтому я тоже непосредственно занимаюсь роботами и соавтор комьюнити собственно оттуда иногда и появляются какие-то идеи и как применить казалось бы игры в реальной работе и в частности в разработке приложений и так я работал на одном из проекте в качестве android разработчика у нас была определенная проблема проблема что при повороте девайса нас периодически возникали проблемы с приложением она падала иногда работала не так как нужно и тому подобное соответственно как из вариантов запретить верстку для разных или поворот экрана ну это не очень хороший вариант ограничивать потребности пользователя и проблема была в том что был сложный функционал данной активики было несколько потоков которые тяжело было синхронизировать это были и запросы rest и свои внутренние потоки которые в кэше что-то искали была сложная view которая состоит из нескольких фрагментов якобы независимые но на самом деле они управлялись одного места использовали общие данные поэтому нужно было постоянно заботиться о синхронизации своевременной сигнализации этих общих данных и их использования также в этой активики была попытка применить свой кастомный виджет control и в нем тоже были сложности просто надо было соответственно синхронизироваться то есть при повороте сохранять стейты потом восстанавливать в общем оказалось достаточно большая емкая работа к сожалению вот отловить именно место где был дефект было тяжело и это воспроизводилось только при вращении и к сожалению у нас не было четких степов для воспроизведения после это могло зависеть и от gps и от наличия вай-фай или мобильного интернета то есть не было однозначных шагов вот что именно вот так вот и 100 раз она хотя бы 90 раз воспроизведется и не было скажем так на тот момент возможности в частности а тестировщиков получить полный лог чтобы провести анализ хотя бы по логу да что это было как почему и как поэтому на самом деле возникла задача которым можно было разбить на две первое это все таки нам нужно получать полный лог постоянно они обрывки какие-то и второй вопрос нам нужно было что-то решить с вращением и тестировать это да то есть какие-то шаги для воспроизведения то есть иметь какую-то постоянную среду соответственно мы решали эту задачу как две разные первое это постоянное получение лога с реального девайса ну я лично привык например работаешь в идее там это все видно но не все там удобно вот соответственно пришлось прийти к использованию напрямую адб и его команд соответственно было принято решение напрямую через адб запрашивать лог с девайса для того чтобы не хранить этот мусор или понимать что у нас дефект не воспроизвелся использовался греб для того чтобы фильтровать лог по определенным параметам да просто мы предполагали где у нас есть ошибки то там в одном случае это был ну pointer exception другом еще какой я сейчас не помню вот соответственно мы его могли гребом понимать и находить места и вообще видеть что лог содержит данные ошибки вот и соответственно если у нас лог содержит такую ошибку мы его куда-то бы копили именно этот лог для того чтобы дальше с ним уже разбираться пытаться воспроизвести воспроизвести это в дебаггере еще проблема была в том что как я сказал были ряд потоков и когда ты это я думаю вы это знаете когда в дебаггере ты что-то дебажишь да у тебя получается пока ты посмотрел переменную тебя второй поток отработал и ты уже следующим шагом у тебя уже все данные есть и у тебя в этом случае никакого exception не возникает вот соответственно отдельная задача была решена shell скриптом я покажу его для линукса в принципе у меня была заготовка под windows но так как дема все будет на убунте то презентационный вариант сделан под линукс собственно что он делает он принимает два параметра доллар 1 и доллар 2 доллар 1 это мы сюда передаем название нашего приложения для которого мы хотим анализировать наличие ошибок и второй параметр это собственно ошибка текст который появляется в логе то есть в данном случае я покажу что это можно например exception то есть тогда мы будем находить любые exception либо какие-то конкретные например ну pointer exception тогда мы будем сканировать лог файлы только для заданного exception а вот если мы такой exception находим то мы этот файл копируем и продолжаем дальше сканировать соответственно у нас бесконечный цикл пока мы не остановимся просто у нас была возможность на это длительный длительном режиме например полчаса час то есть в принципе это можно на ночь на сутки оставить да и все это у нас будет логироваться то есть дальше мы не потеряем даже мельчайшие ошибки что мы делаем мы делаем временный файл дальше мы запрашиваем собственно наш лог через adb с пометками времени с дебах информации и выводим этот наш временный файл дальше мы этот временный файл грепой а мы в нем ищем параметр один это имя нашего приложения имя класса нашего пакета и дальше через пайп мы уже в найденных проверяем содержит ли эти строки нужный нам exception в данном случае exception в принципе мы можем туда любой текст добавлять зависимости опять же если вы логируете и каким-то специальным образом можно искать там свой текст какой-то определенный и дальше мы проверяем то есть мы в c минус l это мы считаем количество таких строк если у нас нет таких строк то есть ноль количество то соответственно мы просто отображаем ошибку что не найден сообщение что не найдено ошибок делаем определенную задержку и идем на начало опять скачиваем новый лог если у нас найдено хотя бы одна строка мы файл копируем предопределенную директорию reports ставим пометку времени и имя пакета приложения дальше мы удаляем этот файл временный и все по кругу до тех пор пока мы собственно не выйдем из приложения с какими проблемами я столкнулся по крайней мере под версии 5.2 это то что команда adb logcat-c не очищает логи на девайсе посредством гугла действительно была такая ошибка но похоже она перетянулась и в старшей версии соответственно я добавил чтобы у нас не было мусора чтобы мы в одном и том же лог несколько раз не копировали я пытался сделать защиту от дубликатов но к сожалению не все так красиво это мы чуть дальше посмотрим соответственно вот есть строчка adb logcat-n1-r4 это мы устанавливаем количество лог буферов то есть мы их устанавливаем один и размер мы указываем 4 килобайт для того чтобы просто уменьшить лог и мы чтобы эти ошибки поймал сразу повторно их не находили попробую дальше показать как это работает собственно это первая задача таким образом была решена дальше как же нам заставить вращаться девайс да просто я ленивый мне было лень мне было лень сидеть и вращать это полчаса по что как я сказал шаги для воспроизведения были нестабильными и просто не было гарантии соответственно нужно было придумать какую-то вещь которая бы делала это за нас видите экран голосом хоть кто-то говорите по что у меня нет возможности в чат все время смотреть есть кого на связи видео сейчас видно да спасибо эта презентация если вы увидите 2012 году на тот момент это был еще лего робот майн шторм второго поколения и уже тогда я это видео видел давно и про него вспомнил собственно коротко мы посмотрим презентация есть ссылка можно будет потом к нему несколько раз вернуться то есть что сделали на питоне написали маленький фреймворкчик который позволяет управлять роботом робот кликает по девайсу видео без звука и очень медленная тогда смотрите эта ссылка будет вы посмотреть то есть в чем идея лего робот играл angry birds то есть он честно нажимал на экран оттягивал рогатку запускал птичку проходил уровень наживал заново то есть без участия человека это можно было тестировать и такой дема уже было вспомнив про это видео я подумал о том что действительно у меня есть такой робот но уже более нового поколения и почему бы не попытаться его использовать для решения своей задачи я могу кинуть ссылку вы посмотрите видео или чуть позже сами посмотрите оно там две минуты занимает давай я добавлю это к фоллапу хорошо да вот соответственно пришла идея о том что нам нужен робот для того чтобы спокойно себе там пить чай и делать другие задачи а он бы в это время вместо нас там вращал экраны и делал какие-то тестовые манипуляции соответственно этот робот дома был и было принято решение попробовать все-таки что-то такое сделать я привлек своего ребенка так как он имеет опыт собирания этих роботов и программирования я ему написал техническое задание для того чтобы поэтапно сделать робота манипулятором мы сделали три версии простой который просто запускаешь и он просто вращает не управляя без без управления какого-то процессом вращения вторая версия это мы сделали уже робот который мог бы управляться пользователем но при этом чтобы что-то изменить какие-то ошибки да человек должен был все равно как-то находиться рядом и что-то делать это такой промежуточный вариант который неплохо но все равно требует присутствие человека и третья версия хотелось максимально сделать автономный стенд чтобы реально например запустить это всю на ночь утром прийти посмотреть логи понять где ошибка и пофиксить ее да тем самым скажем таки nightly build или nightly testing к примеру и мы сейчас последовательно попытаемся посмотреть эти варианты я сделал я сделал предварительно видео но опять же смотрите видео я могу кинуть но я хочу это все показать живую я думаю что вам это будет более интересно более красиво это первая версия в данном случае у нас телефон был не подключен но нам неважно это было просто демонстрация самого роста переходим к более сложным стендом и принципе прям сейчас я попытаюсь вам показать нашу вторую версию это робот который управляется при помощи датчиков можно кто-то замутается и у нас есть два способа управления первое это мы делаем паузу между поворотами данном случае у нас это сделано от 1 извините это у меня задержку между поворотами и мы сделали возможность запускать и останавливать вообще вращение допустим мы опрели что какая-то ошибка уже появилась мы остановили чтобы дальше не забывать логи не копировать много файлов и можем потом это запустить скажите пожалуйста что вы сейчас видите на экране я хочу понять робота видно да мне сейчас катя поможет она просто будет стараться камеру держать напротив меня таким образом чтобы это все было достаточно удобно видно коля а ты можешь выключить шарение экрана тогда видео будет на на весь экран у нас так лучше вы же видео у себя смотрите правильно да видно видно я и видно я просто не знаю как лучше сделать не ничего страшного собственно вот у нас девайс мы его сейчас подключаем в наш стенд если есть вопросы вы можете их по ходу задавать лучше голосом что я там не буду сейчас видеть в принципе конструкция поддерживает девайс раз номера и 5 дюймовые по 47 дюйма так это у нас есть в принципе мы можем подключить логи налоги я предлагаю дальше посмотреть ну сейчас минутку давайте мы же чтобы все было честно вы нас есть тестовое приложение собственно которое мы специально разрабатывали для демо это нереальное приложение мы специально сделали чтобы после определенного поворота возникал эксепшен и он логировался на приложение при этом не вылетало чтобы мы его не перезапускали каждый раз для демо а продолжает свою работу то есть она логирует этот эксепшен и нам этого принципе было достаточно так и собственно мы сейчас его запускаем у нас есть датчик инфракрасный который позволяет запускать или останавливать приложение он определяет какие-то жесты вот сейчас как с определенной задержкой у нас этот девайс начинает вращаться вы видите у нас есть еще кнопка которая мы можем по кругу регулировать вернее паузу между вращениями мы нажимаем она по кругу там увеличивается и потом сбрасывается в ноль и идет по кругу вот если вы увидели он чуть быстрее стал вращаться то есть это в принципе его можно тоже использовать автономно длительно да но к сожалению в этом режиме мы не можем динамически менять например скорость поворота ну или скажем так задержки между поворотами для этого мы собственно сделали третью версию это скажем так можно писать тестовые сценарии на используя DSL я ее так обозвал вопросы вот мы провели мимо датчика он остановился соответственно мы можем опять опять запустить это вторая версия то есть мы пока останавливаем демо возвращаемся на нашу презентацию если есть вопросы задавайте по ходу просто так будет проще наверно отвечать и быть в контексте третья версия это то что я сказал был использован DSL у нас есть еще у этого робонабора есть несколько датчиков есть в том числе датчик цвета он может работать в трех режимах в том числе определять определенный набор цветов по моему их там восемь штук он может определять красный желтый зеленый синий черный белый и мы в принципе планировали допустим показывать картинку как-то на экране допустим красный это значит не вращать показать зеленую вращать там со скоростью 1 но к сожалению когда мы начали проводить испытания такого режима обнаружилось что экран по крайней мере моего ноутбука достаточно глянцевый и датчик не может эти цвета различать потому что он ловит отраженный свет именно как глянцевый и он не может различать цвета после ряда экспериментов мы подобрали изменили режим мы включили режим яркости окружающего света и поняли что грей скейл серые оттенки нам позволяет достаточно точно определить диапазоны от черного до белого мы сделали несколько градаций опытным путем мы нашли пороги в результате у нас появился такой набор изображений черная черный цвет это яркость меньше 5 единицы это единица этого датчика в его единицах измерения это мы вращаем с задержкой 5 секунд то есть медленно темно серый когда у него яркость значение полученного датчика лежит в диапазоне от 5 до 9 это мы с задержкой 3 секунды вращаем ярко серый яркость окружающего света он получает диапазоне от 9 до 13 это мы с 1 секундной задержкой делаем и добавили возможность чтобы остановить вращение допустим мы знаем что да допустим у нас выполняется какой-то раз запрос он может выполнять 10 секунд то мы хотим просто чтобы на данный момент девайс не вращался мы можем таким образом управлять вращением вернее его отсутствием это белое изображение у него яркость является как более 3 больше 13 вот собственно мы сейчас попробуем все это показать вместе уже с подключенным компьютером и в принципе этот стенд рабочеспособный мы можем это посмотреть катя нам опять поможет сейчас мы попытаемся понять что нам нужно если мы и экран к сожалению я не смогу расшарить онлайн вам показывать как с десктопа то что происходит шелскрипты выполняют это будет на видео к сожалению видео будет не очень хорошего качества просто опять же веб-камера точно также глянцевые яркие экраны не очень хорошо показывает но по крайней мере я постараюсь сделать все возможное чтобы все у нас прошло красиво коля ты можешь 2 с ноута расшарить как гест у меня убунта я уже когда-то пытался что-то расшарить закрыли вопрос и не до извините постараемся как можем сейчас мы сейчас мы опять же у нас есть одна консоль где мы запускаем наш shell скрипт который собственно делает то что просто веб вытаскивает из нашего девайса лог с именем приложения как нирик точка тест пакет и будет искать там любой exception я не знаю как крупнее честно говоря так сейчас минутку нам нужно разрешить на девайсе лог все он пошел работать по кругу сейчас ошибок нету что наше приложение собственно ничего не делает теперь собственно dsl да сейчас я вам покажу давайте я сам скрипт пример мы разберем чуть позже тестовый сценарий на как он пишется и как это все выглядит дальше у нас есть датчик цвета который собственно мы вешаем на экран вешаем на экран он будет считывать изображение на экране сейчас мы попытаемся все это запустить у нас есть папочка report она пока пустая к сожалению вам этого не видно но вот ребята которые здесь есть могут подтвердить что это все вживую и правда у нас есть картинки я их покажу чуть позже да если интересно и у нас есть shell скрипт который собственно все это и делает задает последовательность шагов как нам переключать наши режимы я запускаю сейчас приложение так стоять а он видит какой-то серый цвет все ничего не хорошо мы сейчас запускаем наш тестовый скрипт он сейчас будет показывать стандартное приложение стандартное приложение viewer в котором мы передаем изображение этот сценарий по кругу меняет эти картинки вот сейчас серый вот как то так можно увидеть какой цвет именно темно-серый с другой задержкой то есть в принципе это было сделано для того чтобы нам не требовалось дополнительных навыков ни программирования роботов ни какого-то сложного языка программирования ну сложного я имею ввиду высокого уровня то есть нашели в принципе последовательность вот таких операций мы можем задать достаточно просто имея пример точно так же мы это можем использовать циклы и ифы ну и развивать как нам это удобно то есть вот мы дошли посредине сценария нашего было отображение белого изображения это пауза спустя какую-то задержку мы сейчас запустим в обратной последовательности то есть он будет вращаться медленнее быстрее вернее наоборот быстро медленно медленно и в результате остановится то есть опять же нам никто не мешает в нужной последовательности указать эти команды или задержки то есть я думаю вам там даже видно там есть у нас вот показано через сколько поворотов произойдет ошибка мы можем это сделать вручную в принципе но у нас не цель этого опять же девайс у нас параллельно еще и подзаряжается поэтому спокойно может проработать и несколько суток если в этом есть необходимость дошли до белого изображения да и у нас программа остановилась опять собственно что у нас что у нас ну на этом активная демо закончена мы возвращаемся на презентацию есть по ходу какие то вопросы вот я просто тогда пойду потихоньку дальше а собственно этот этот скрипт это тоже shell скрипт который что делает slip это стандартная задержка в линуксе мы указываем на сколько секунд нам приостановить как бы выполнение скрипта то есть 5 секунд это начальный задержка чтоб мы там запустили и девайс или программу на роботе дальше и следующая строчка это 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 стандартный вьювер в Ubuntu не помню как он полностью называется то есть сюда вы можете подставить запуск любого своего вьювера который вы считаете нужным то есть мне было удобнее его использовать минус W обозначает что он будет запускать в единственном экземпляре как бы новые закладки для того чтобы у нас не было куча копий приложений параллельно запущенных мы это делаем в одном приложении и указываем имя файла blackpng собственно вот это и есть DSL как бы да такой себе команда быстро вращать вернее медленно вращать быстрее быстрее белое остановить ну и в обратном порядке собственно то что вы видели на демо знак персантов в конце обозначает что shell среда не будет дожидаться выполнять выполнения этой команды а пойдет дальше иначе он отображает имидж вьювер и висит пока мы его не закроем дальше у нас не шло соответственно вот здесь мы можем опять же использовать любые shell команды например циклы ифы для того чтобы указывать свои сценарии которые нам кажутся более реалистичны более правдоподобны или больше способны воспроизвести дефект это в принципе да в презентации есть если интересно я это могу тоже приотачить к результату нашей презентации предлагаю в двух словах рассказать импровменты то есть это не идеальная версия к сожалению я покинул тот проект для которого собственно изначально эта идея родилась и это появилось в такой демо какие проблемы были то что я уже говорил к сожалению сам adb или android я не разбирался глубоко я нашел что такая проблема существует это то что не очищается лог и опять же если у нас этот буфер большой то мы рискуем вот этот exception в логе видеть достаточно часто соответственно чтобы у нас не накапливались эти файлы сейчас я скажу сколько у нас их вот за время нашего демо мы собрали тут 18 файлов к сожалению из них я думаю можно половину выкинуть просто они содержат одну и ту же ошибку просто потому что не мы не делали мы фильтрации то есть это чтобы уменьшить количество псевдо скажем ошибок не надо было одну и ту же ошибку два раза анализировать или в разных файлах и точно так же можно было бы в этот shell скрипт лог процессинга добавить еще дополнительные фильтры чтобы например стать не одну ошибку а несколько или по каким-то подстрокам или там логировать с какого-то времени по какое-то время ну то есть это та же на уровне ваших знаний и возможностей shell скрипта можно усовершенствовать насколько вы считаете нужно дальше по роботу была цель действительно сделать что-то простое да чтобы не требовало каких-то специальных навыков данный робот имеет возможность быть управляемым через bluetooth к сожалению у меня не было времени для того чтобы ну написать какую-то фреймворк либо джарники классы для того чтобы управлять именно через либо с девайса либо с компьютера через bluetooth то есть это реально это может упростить и взаимодействие то есть нам не нужно будет там кабель нам не нужно будет датчики там или вешать цветовой датчик на экран потому что будем экономить электричество да и выключим экран например и опять же как я показал это датчик ну это детский игровой набор поэтому точность определения цветов или освещенность у него недостаточно хороша через bluetooth в принципе мы можем сделать любое управление роботом придумав опять же свои команды в том числе например мы сможем даже передавать все вот эти настройки задержек или скорости вращения или например на сколько градусов нам поворачивать в данном случае у нас мы зафиксировали поворот только на 90 градусов мы можем на 180 переворачивать то есть таким фреймворком это было бы можно было писать более гибкие сценарии соответственно больше бы кейса мы могли бы воспроизводить и в принципе если еще будет желание и время и возможности я думаю что летом так как у нас этот робот будет переделан и будет использоваться во все украинской олимпиаде то летом я думаю мы если нам будет не лень то мы все таки займемся этой задачей возможно осенью мы сделаем новое демо потому что в принципе есть возможность заставить робота кликать собственно вот да что дальше кликать по экрану есть стилусы частично дома мы его опробовали на других роботах который позволял бы позиционировать этот стилус любую координату экрана и делать разные клики например длинный клик одиночный клик или там нажатие он пресс он то есть симулировать какое-то поведение пользователя таким образом мы можем даже функциональное тестирование частично перенести на робота или например нагрузочное да то есть опять же у нас есть идея сделать соревнования кто быстрее там например нажимает или что-то делает робот или человек глядя на экран но это в будущем то есть это будет робот приблизительно как было на первом демо показано еще аж в 2012 году собственно техническая часть закончена и я хотел бы поблагодарить тех людей которые помогали все это готовить дело демонстрировать это любомир мой сын которому 9 лет который собственно собирал этого робота имея мое техническое задание в письменном виде он делал эти три версии программы и программировал робота предлагал свои идеи как что-то улучшить и так далее Катя которая помогала делать видео с камерой да сегодня она была оператором но она также подготовила тестовое приложение на android собственно эмулируя работу реального приложения и Станислав Пономаренко он сейчас в отпуске он нас не слышит который собственно и помог создать под linux shell скрипт вот с тем что красиво это лагировать собирать и обрабатывать все ну к сожалению я не супер шел специалист поэтому мне нужна была помощь этих людей собственно на этом все можем переходить к разделу вопросов и ответов у меня есть вопрос скажи пожалуйста кроме того что система распознает вот эти оттенки цветов и ну как-то реагирует на них какое еще практическое применение ну там ближайшее да возможно там не знаю вот этого алгоритма который вы написали у этого у этого а это на самом деле управление опять же это ну в начале я сказал да что это была конкретная задача да была конкретная проблема и все это было ну именно ради этой проблемы так как опять же возникает проблема с навигационными приложениями была идея но она к сожалению не очень хорошая в том плане чтобы сделать робота который бы ездил бы вставить в него точно так же андроид девайс чтобы можно было управлять чтобы он получал gps координаты и с этого телефона управлять непосредственно роботом что чтобы его выставить на улицу и он бы ездил бы типа как пульт управления как google мобиль вот просто для навигационных приложений сидя в офисе даже эмулируя координаты это достаточно тяжело а когда у тебя есть реально ну опять же это для ленивых то есть ты отправил робота он поехал да есть нюансы конечно свои как им управлять чтобы с ним ничего не случилось и чтобы это были адекватные все-таки сценарии ну это уже проблема скажем ну проекта да или там технологии которые мы решили для этого использовать опять же в будущем ну сейчас в ближайшее время у нас для своих мы проводим соревнования среди детей по робототехнике и у нас одна из задач стоит это сделать автоматического авторобота судью и у него будет использоваться датчик датчик хотим по крайней мере датчик инфракрасный он показал он позволяет определять наличие препятствий или каких-то предметов на заданном расстоянии то есть он будет определять как секундомер как вот например гонки лыжные да то есть когда спортсмен проезжает мимо ворот датчик определяет что прошел человек и засекать временные отметки а мы просто хотим сделать так как у него экран там не очень показательный да и неудобно всегда за этим следить то мы хотим сделать его следующим образом датчик инфракрасный или датчик препятствий назовем его так будет определять то что робот проезжает мимо а двигатель мотор собственно при помощи которого мы вращали он будет нажимать стилусом на экран смартфона или планшета просто запускать и останавливать секундомеры в существующую программу то есть это то что у нас реально и это будет первый шаг для того что я сказал чтобы сделать робота манипулятора который можно будет полноценно то есть я так думаю что он покроет по крайней мере 50-60 процентов манипуляций с приложениями то есть да он не сможет анализировать изображение но по крайней мере если сделать комплекс где мы будем логировать или например мы будем делать скриншоты и анализировать это еще каким-то образом но главное что у нас будут манипуляторы мы не будем требовать наличие человека для выполнения таких тестов спасибо ребята у вас есть вопросы к коле в чате нет вопросов нет у меня есть вопросы это юра меня слышно да ну я хотел бы добавить ну наверно не вопросы а добавить немножко информации о том что коля рассказывал вот основная цель этого всего что роботы позволяют автоматизировать процессы которых нужна физическое какие-то действия да то есть которые мы не можем сымитировать или симулировать используя какие-то наши виртуал машины там и все остальное и роботы позволяют то есть мы программируя робота эмулируем какие-то физические действия человека да то есть план не как поворот девайса там нажатия каких-то кнопок там всего остального вот от себя еще хочу добавить что эти роботы могут работать не только на родных операционных системах предоставленных лего у них есть альтернативные операционные системы такие как лиджи ос которые позволяют программировать для программы для этого робота на чистой яве на джаве вот есть монобрикс который позволяет программировать их на си шарпе вот и то есть такая платформа которая позволит реализовать различные идеи если они будут то есть для разработчиков ну и собственно робот а с каких локаций у нас есть люди с Днепропетровска есть я понимаю Львов Киев Львиве ну собственно это насколько я знаю во Львове и в Киеве и в Днепропетровске уже были хакатоны по робототехнике по робот сумму собственно это как раз такой робот который использовался в хакатоне то есть собственно цель была как раз тоже показать что это не только игры но это реально что может быть использована в нашей по крайней мере айтишной повседневной работе да еще могу добавить что эти роботы без проблем подключаются к компьютеру с помощью блютуза usb и вайфая мы можем с ними коммуницировать по сети просто общаясь с ними через IP адреса то есть ну это уже используя альтернативные операционные системы да при этом то что Коля рассказывал можно запрограммировать различные сценарии для манипуляции этих роботом даже не используя вот те датчики которые были использованы в данном деме данном демо они просто позволили очень быстро реализовать задачу не тратя время на какие-то дополнительные разработки то есть это как бы инбокс да то есть было использовано стандартный функционал лего робота с его средой программирования с его всей функциональностью которая позволяет с ним работать но при желании можно более детально использовать весь функционал этого программного блока ну часть опять же это демо это демонстрация какой-то концепции идеи именно поэтому я старался задействовать определенные датчики программные да но и можно каким-то другим образом то есть мы можем опять же настроить так этого робота чтобы приходя утром на работу там в зимнее время да включая свет он начинал бы что-то делать для вас к примеру да там генерить репорт или еще что-то ну то есть уже при да кофе то есть ну не вопрос он может нажимать на кнопочку или включать там комп или еще что-то то есть да то есть это именно цель показать аппаратно-программное решение комплекс да потому что как я показал здесь задействован и shell опять же если дописать нормально библиотеку там фреймворк да сценарий можно писать в принципе даже на любом языке который в вашем проекте например удобен ну и аппарат на то что допустим действительно не требует присутствие человека есть есть опять же вот роботы такие насколько я знаю вот в Днепропетровске есть ребят робот победили во Львове и в Киеве я не знаю то есть опять же можно сделать есть подтверждаю будет еще в Ивано-Франковске можно сделать вот такую группу да где собственно мы можем попытаться вот что-то такое сделать то есть мы можем сделать какую-то совместно вот эту библиотеку фреймворк и такого робота я думаю это было бы замечательная реализация давай так если у тебя есть возможность и время то я в принципе могу тебе сбросить контакт тех мальчиков которые выиграли в робохакатоне у нас во Львове в Киеве ну и в Ивано-Франковске 27 марта вот и вы уже там внутри пообщаетесь кто что сможет контрибьют туда хорошо ну не вопрос это просто как идея да то есть опять же если есть желающие кому это интересно можно обращаться ко мне по камере или к Юрию мы можем на эту тему думать общаться да чтобы такого то есть на самом деле я считаю что даже такое демо я немного видел вернее даже скажем так вот то видео с энгибердсами это единственное которое я видел в этом плане в интернете то я думаю что может ждать слава и успех тех кто примет участие в такой разработке у нас будет еще одно робо комьюнити шучу нет уж без шуток понимаешь как бы у нас уже их 9 если будет 10 то у меня вообще вот просто никуда да ладно ребята если есть у кого-то вопросы откликнитесь откликнитесь пожалуйста я еще добавлю немножко информации вот по идеям да если использовать не одного а нескольких роботов для каких-то задач то есть возможность дальше программировать коммуникацию этих роботов между собой у них есть функциональность посылки сообщений и там всего остального то есть тут поле для реализации каких-либо идей очень большое все зависит только от фантазии юрий мы вас лично ждем в нашем нашей команде по разработке тестового фреймворка спасибо за приглашение я подумаю ребята есть у кого-то еще вопросы так если нету коля спасибо тебе большое за сегодняшнюю презентацию у меня вроде как вроде как все нормально записалось там чуть-чуть были пробелы конечно ну юра если сможешь скинь мне пожалуйста свое видео я послушаю там ну где будет качественный звук вылью сегодня вот фола будет линки на видео будут чтобы